На нашей планете обитает более 37 тысяч инвазивных видов животных и растений. Каждый из этих видов оставляет свой след в локальных экосистемах, и последствия этого присутствия зачастую оказываются разрушительными. Инвазивные виды ведут себя как настоящие захватчики, конкурируя с коренными видами за ресурсы, выискивая новые территории для обитания и нанося заметный ущерб природным экосистемам. Такие организмы, оказывая негативное влияние на местную флору и фауну, зачастую вытесняют коренные виды и становятся настоящими вредителями. Сегодня мы отправимся в Северную Америку, где обитают животные, обладающие поразительной приспособляемостью и выносливостью. Эти виды не имеют слабостей и побеждают всякий раз, когда люди придумывают очередной способ, чтобы их уничтожить. Не забудьте оценить это видео и подписаться на канал. А теперь начинаем. Одним из самых заметных инвазивных видов в Северной Америке являются дикие свиньи. Эти животные превратились в настоящую проблему, поскольку у них почти нет естественных врагов. Это значит, что их популяции ни в чём не ограничены и могут свободно разрастаться. Сегодняшние оценки показывают, что в Соединённых Штатах насчитывается от 6 до 9 миллионов диких свиней, разбросанных по 42 штатам. Эти свиньи стали настоящими мастерами адаптации к различным условиям среды и умеют выживать в самых неблагоприятных обстоятельствах. Они внедряются в самые удалённые уголки страны и находят способы жить даже в городской среде. Дикие свиньи не только хорошо адаптируются, но и проявляют невероятную сообразительность и обучаемость. Когда люди устанавливают ловушки для их отлова, свиньи быстро учатся избегать этих ловушек. В результате, несмотря на попытки людей поймать и контролировать популяцию, свиньи быстро адаптируются к изменениям в методах охоты на них. Даже такие меры, как установление заборов, оказываются бесполезными, так как свиньи умеют делать подкопы. Эти животные имеют уникальную способность исследовать территорию и захватывать новые ресурсы. Дикие свиньи наносят огромный вред экологическим системам, разрушая фермерские поля, цветочные сады и даже поля для гольфа. Они не делают различий между видами растений, свиньи просто вонзают морды в землю и начинают рыть, ища личинок, коренья и желуди. Этот процесс разрушает почву и уничтожает всё на своём пути, что вызывает огромные экономические потери для сельских районов. Причиняемый свиньями ущерб составляет примерно 2,5 миллиарда долларов в год, что делает их одной из самых дорогостоящих инвазивных проблем. Кроме того, этот вид животного не ограничивается только уничтожением растительного мира. Дикие свиньи представляют угрозу и для многих животных. Популяции оленей, морских черепах, диких индеек и исчезающих видов саламандр значительно страдают от влияния этих копытных. Известны случаи, когда дикие хрюшки нападали на ослабленных ягнят и телят, а также могли бесцеремонно отгонять койотов от их добычи, лишая их обеда. В Луизиане свиньи активно портят дамбы и пруды с раками, поедают яйца аллигаторов и выкапывают прибрежную болотную растительность, вызывая разрушение суши и ухудшая экосистему. С успешными попытками свиней завоёвывать новые территории люди продолжают искать способы борьбы с этими неуязвимыми вредителями. Они использовали всевозможные методы, включая гранатометы, штурмовые винтовки, яды и ловушки с дистанционным управлением. В некоторых штатах охота на свиней разрешена в любое время и в любом количестве, однако свиньи довольно искусно сопротивляются ультразвуковым методам и ловушкам, оставаясь на свободе. Но как же это всё началось? Дикие свиньи не могли просто появиться из ниоткуда и разрастись по всему континенту. Конечно, они были завезены людьми в Северную Америку веками. Сначала домашние свиньи сбегали и скрещивались с дикими, что привело к появлению новых гибридных популяций. С течением времени охотники начали активно разводить этих копытных, надеясь на прибыль от охоты, что ещё более способствовало росту их численности. В итоге, на сегодняшний день дикие свиньи создали настоящую экосистему, в которой отсутствуют враги, а популяция продолжает расти. Некоторые люди пытаются интенсивно охотиться на свиней ради их мяса, чтобы осуществить новую стратегию борьбы с инвазивными видами. Однако всё это оказалось не так просто. От диких свиней можно заразиться различными болезнями, насчитывающими около 24 различных инфекций. Инфицирование возможно не лишь при употреблении плохо приготовленного мяса. Даже простое разделывание свиней может спровоцировать заболевание. Кроме того, финансовые затраты на массу операций, связанных с уничтожением свиней и последующей переработкой их мяса, делают этот подход неэффективным и экономически невыгодным. Помимо проблемы диких свиней, в Северной Америке также существует другая угроза — азиатские карпы. Эти рыбы, которые были завезены в Соединённые Штаты несколько десятилетий назад, начали своё завоевание водоёмов, так как их адаптивные способности и быстрота роста свидетельствуют о том, что они могут угрожать местной фауне. Американцы первоначально интересовались карпами, поскольку эти рыбы могли поглощать загрязняющие вещества и водоросли, но вскоре карпы объедали и планктон, из-за чего другим водным существам стало не хватать пищи. Да, в данном случае мы видим ту же самую ситуацию. Отсутствие естественных врагов и стремительный рост популяции приводят к катастрофическим последствиям для экосистемы. Также стоит упомянуть тёмных тигровых питонов, которые представляют собой ещё одну серьёзную инвазивную проблему. Эти гигантские змеи, размеры которых могут превышать 6 метров, были завезены в США как экзотические домашние животные. Когда их длина становилась неуправляемой, многие владельцы просто отпускали их на свободу. Ураган 1992 года также способствовал их распространению, когда разорвался завод по разведению питонов, и множество змей оказались в близлежащих болотах. Для них такие комфортные условия обитания стали постоянным домом, в результате чего они быстро стали доминирующим видом, оставляя местных животных без шансов на выживание. С учётом всех этих угроз действительно стоит задуматься о том, есть ли на планете места, где инвазивные виды не смогли бы закрепиться. Возможно, Антарктида может показаться последним прибежищем для оригинальных видов. Тем не менее, климатические изменения, происходящие в регионе, могут поощрить появление новых форм жизни и растений, способных адаптироваться к постепенно повышающимся температурам. Инвазивные виды представляют собой не только локальную, но и глобальную угрозу. Мы все должны оказывать поддержку природным местам обитания и формировать осознание важности сохранения оригинальных экосистем. Если вам понравился этот ролик, не поленитесь оценить его. Пишите в комментариях, возможно, я что-то упустил. Подписывайтесь на канал и не забывайте включать оповещения, чтобы не пропустить наши новые выпуски. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok